Приветствую вас, Олег. Я думаю, что ситуация заключается в, знаете, в пренебрежительном отношении к своим чувствам, вообще в пренебрежении к своим эмоциям, потому что вы говорите, что не из-за чего начинаете длиться, поэтому, по сути, да, на пустом месте. Вот. Мне думается, что данный момент, он очень хорошо иллюстрирует то, как вы относитесь, собственно, ну, к своим желаниям, потому что, и к своим чувствам в целом, потому что, ни для чего человек злиться не может, да, вот, в принципе, ни для чего человек злиться не может. Если он злится, значит, у этого есть какие-то причины, даже если вам, ну, если вы не видите, если вы не понимаете этих причин, если вы не чувствуете, почему это может происходить, то это совершенно не означает того, что этих причин, собственно говоря, нет. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что в первую очередь вам нужно более внимательно посмотреть на ситуацию, в которой злость появляется, и защите ее вместе с психологом, я уверен, что какие-то раздражающие факторы вам останутся благодаря вот такой работе ясны. Это такой аспект. Следующий аспект, который я хотел бы сказать, это то, что злость сама по себе не возникает. То есть вот именно в качестве аутентичного чувства никогда злость не возникает практически. Дело все здесь в том, что злость это не первичное чувство, а дело в том, что злость это чувство, скажем так, вторичное в некотором смысле этого слова. А в начале, перед лостью, всегда идет раздражение. Вот. Идет раздражение, идет некое неприятие того, что... того, что вы, например, делаете, или того, что, допустим, в отношении вас делается, или в отношении вас происходит. И как вы, наверное, ну как, я надеюсь, вы догадываетесь, что этот процесс, он происходит как бы совершенно не случайно. То есть процесс этот, значит, ну напрямую связан с тем, что вы, например, склонны не обращать внимания на свои эмоции. Вот. И если внимания не обращать, то злость, она, вот эти отображения могут перерасти в злость. Что с вами происходит. И... Да, злость может появляться в абсолютно непонятных случаях, в непонятных обстоятельствах, только потому что имеет место быть аффективный след, имеет место быть аффект. И мне думается, что вот на эти, на эти моменты, все, на все эти моменты, вы внимания, ну, не обращаете. Вот. А... Хотя... 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 Это очень важный, это очень важная история. Хотя... Хотя это очень важный момент. Но вы не обращаете внимания на это. И именно вот с этими аспектами, именно с этими аспектами, с вступлением... А... Значит... А... А... Ну... Вступлением... А... В контакт... А... 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 С вашими... А... Чувствами. И... Ну... Нужно, на мой взгляд, Работать. Вот. А... И... Когда вы... Вступите... В... А... А... В контакт со своими... Чувствами... Чувствами... Когда... И если вы вступите... В... В контакт со своими чувствами... То... Вы увидите источник, а... А... И причину злости, и сможете, а... 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 Себя и... А... 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 Который основывается на этом, на этом, на этом чувстве, вот так вот примерно можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, за неимением большего количества информации, я полагаю, что на этом можно будет завершить мой ответ. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.